всем привет продолжаем рубрику мини распаковочка и сегодня у нас очередная крупная посылка посылка не новая самый первый обзор на эту тачку я оставлю в описании приобреталась она у нашего собрата по хобби из далекого новосибирска вот модели приобретаются у него уже не первый раз вот сюда высокое качество не ушатанные модели но достойные и в этот же раз решил приобрести для новой задумки как вы помните первого поколения у меня уже было в принципе отходила у меня долго понравилось вот единственный минус это были широкие мосты вот но широкие мосты они были для десятого масштаба а если мы возьмем в расчет из этой тачки сделать не десятый масштаб а например 9 или 8 но что-то среднее и тогда это уже будет более-менее нормальный аппарат вон тем более модель 1073 идет на таких огроменных колесах которые мы с вами кстати сейчас замеряем вот я думаю что она как раз под восьмерочку будет самое то поэтому скрываем это наше чудо я конечно уже не удержался и обкатал его потому что на таких колесах грех было сразу не покататься да 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 вот такой красавец здоровенный просто смотрите на него это просто жуть какая-то очень здоровый конечно с такими колесами ну ни о каком десятом масштабе речь им не может идти тем более ширина мостов плюс вылет у этих дисков тоже такой солидный колеса прям намного больше чем были у первого поколения чуть-чуть у нас по ходу погнулась верхняя люстра но ничего страшного вообще в таком исполнении я его ну собирался обкатать посмотреть вот ну и ездить он будет недолго я его хотел поставить на предыдущий у меня кузов от ватеры chevrolet blazer ну вот хотел поставить на него потому что ему это эти мосты как раз будут прям идеальны вот а сейчас для сравнения я вам принесу колесо от первого рема хобби триал трак или как он там назывался вот и мы сейчас сравним с этими и замеряем размер колеса у этой модели ну что приволок я колесом смотрите разницу значительная да сейчас мы померяем сколько же она в размере у нас ну вот так вот немножко поджалась грубо говоря 108 миллиметров сейчас мы меряем это колесо также не сжимая сильно но немножечко подводим 135 ребята давайте вот так покажу вот 135 так что 108 против 135 есть у меня еще один размер колесиков есть у меня еще колеса от гелика который к зиме по-любому поедет и они все равно немножко меньше сейчас я их померяю тоже 128 они и очень хорошая резина мне очень она нравится заявлено на как 120 а по итогу она получается 116 вот такая вот резина от фирмы аустар на нее был обзор вот на ней первая рема хобби ездила очень очень неплохо резина очень цепкая резина очень цепкая мне очень понравилось особенно зимой просто она тащит она не проваливается из-за своей ширины и хорошо гребет и по снегу и по льду вот посмотрим конечно как будет в эксплуатации штатная резина которая кстати тоже очень мягкая вот и будем обкатывать на всем его ну что продолжим обзор продолжим обзор скрываем его колеса мы эти все наши собираем сторону здесь значит я его помыл поэтому такого чистенький после покатушечки вот здесь у нас все стандартно как и в той модели коробка передач коробка передач пластмассовые шестерни 500 что у нас тут получается 550 мотор 20Т кстати я сегодня ездил на нем ну выжимал максимальную скорость на 2С 20Т в принципе не сильно большая скорость потому что коробка все-таки дает сильное понижающее число вот не очень быстрый так что он в принципе здесь очень даже кстати нормально работает приемник два в одном на первой модели у меня сгорел ну наверное через полгода первым у меня сгорел мотор но мотор мне кажется был там другой там был наверное 540 класса мне кажется но я точно спорить не буду не могу точно сказать карданы тоже ушатал быстренько можно сказать вот серва работает так что мосты те же самые никаких нововведений в этой модели нет вот крушить я ее в этот раз пилить не буду вот единственное что кузов буду менять и поэтому возможно возможно не знаю не мерил еще по базе будем может быть увеличивать или уменьшать но скорее всего здесь у нас идет тут я много не померяю здесь у нас идет 313 база посмотрю точно я не помню где это было не буду я сейчас вдаваться в подробности потом посмотрим и если что обсудим вот и ватера тоже была 313 база вот я думаю что она сюда встанет можно сказать болт он и будет красивенький такой у меня кузовок ну колеса конечно очень большие скорее всего будет на моих как они называются свамперах вот потому что эти великовато немножко будет для того кузова как для рок-раулера это конечно колеса хороши но как для ну как говорится более копийные модели великоваты вот хотя и эти тоже там немножко великоваты но практически в арочках прям идеально они стоят вот что у нас еще по комплектации если кто-то эту модель еще не смотрел она идет ртр полностью аккумулятор как на первой модели никель металл гидрид а две с половиной тысячи миллиампер вот аккумулятор конечно желательно заменить сразу на липушку регулятор оборотов кстати поддерживает это дело вот и точно такая же трехканальная аппаратура вот третий канал у нас идет чисто включение-выключение света кнопка вот подготовка по цвету здесь только наверху диодики можно поставить а и в на бампере вот но мы будем делать конечно у нас там супер люстра будет супер свет и планируем ночную ночную покатушку вот в принципе можно сюда доделать какой-нибудь багажник или крышу интересную и этот кузов тоже можно сделать интересным таким симпатичным но не знаю пока вот приобреталась она для того кузова для шевика хотите я вам сейчас его принесу покажу вот такой вот у меня есть батеровский кузовок кузовок тоже с северной стороны России из Тюмени вот к нему есть кастомные бампера передние и задние ребята из скейл 16 делали давайте примерим сюда подойдет он или нет чуть-чуть чуть-чуть меньшает бампер но база по-моему та здоровенная такая вот у нас штуковина видите колеса очень большие сюда а вот эти будут смотреться прям как надо вот она уже на этих колесах ездила ездила ничего не цепляла так что вот вот такой вот у нас должен при получиться супер трак вот такая вот махина здоровенная и как я вам говорил супер люстра еще она не готова вот что такого плана у нас будет люстра соответственно конечно с креплениями все вот очень классные рассеиватели я думаю будет светить очень достойно и поэтому вот в таком конфиге я думаю эта тачка будет смотреться намного лучше чем вот с этой вот корочкой понимаете она разница прям видная вот и в эту эру я никак не отношу к десятому масштабу вот поэтому я и решил перейти все таки на такие на эту шась вот шась будет чисто так поездить покататься не для каких там соревнований не для чего просто для души чтобы она везде проходила по всяким болотам полностью загерметим вот и не будем ее вот мы можем какое мы в киноге и Продолжение следует...